Слава Богу! Особо коснулся моего сердца тема «Бог крепкий». Псалмопевец не раз в своих псалмах говорит такие слова. Мы читаем 17 глава или 17 псалом Давида, 3 стих. «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежище мое». Слава Богу! Когда человек-христианин живет с Богом, И для него Бог является, Мы вспоминаем рожденного младенца, Но он на сегодняшний день не младенец. Он Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Многие его до сих пор представляют, Что он в яслях, он маленький, беспомощный. Он Бог крепкий. Аллилуйя! И тот человек, который испытывает немощь, слабость, У тебя есть Бог крепкий. Аллилуйя! Если ты в переживании, И говоришь, я не способен, У меня есть Бог крепкий. Когда я думаю, что я смущен, Я в страхе, У меня есть Бог крепкий. Бог крепкий. Бог крепкий. И вот крепость Божия, Какая великая сила и обетование Для верующего. 26-й псалом, 1-й по 3-й стих. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, Противники и враги мои, Чтобы пожрать плоть мою, То они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, Не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, И тогда буду надеяться. Бог крепкий. И у Давида был. Давид говорит, Господь, спасение мое, свет мой, Кого мне бояться? Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Что происходит с человеком, Даже христианином, Который забыл о крепком Боге? Этой ночью мне приснился страшный сон. Я его не буду рассказывать, Но я чуть-чуть ощутил, Потому что вы сами понимаете, Что во сне мы с вами как бы не можем контролировать все. Вот то, что происходит, то происходит. Я видел ужасное и страшное, Случающееся вокруг меня. Я в один момент сразу же понял, Во мне сразу стал работать инстинкт выживания. Я боялся, чтобы я не подвергнулся смерти. И я начал, Я почему-то просыпаясь, Хорошо запомнил. Многие сны, почти все, я не помню. Но этот сон почему-то я так утром четко помнил. Все, что произошло ночью. Я видел, как во мне начались вот этот инстинкт выживания. Я искал, Я искал, вот, ну, я говорю, как есть во сне, да, Искал, может быть, где-то тут есть пистолет, А может быть, тут есть какой-то, Надо все замки закрыть в доме на ключ, Чтобы и так дальше, и так дальше, и так дальше. И видел, что для тех, кто в этом сне пытались, Ничего не помогало. И когда я проснулся и вспомнил, И вчера Господь положил мне эту тему, Бог крепкий, Я возрадулся, что я еще живой. Я говорю, Господи, вот, Такой был страшный сон. Но я четко понял, Что человек, надеющийся на силы свои, На пистолеты, на свои какие-то там собаки, Может быть, дома, граждения, Вот еще что бы ни происходило в жизни, Этот человек, любой человек, Который не надеется на Бога крепкого, Этот человек живет постоянно под страхом. Почему? Давайте мы с вами откроем Луки, Одиннадцатая глава, И мы будем с вами читать Двадцать первый, двадцать второй стих. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, Тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него И победит его, Тогда возьмет все оружие его, На которое он надеялся, И разделит похищенное у него. То люди этого мира, Может быть, и христиане, Которые надеются на то, Что они сильные, Что они имеют какую-то, Может быть, ограду, Какие-то, может, средства, Вот самообороны и так дальше, Они всегда знают, Что есть сильнее их. Что есть кто-то, Кто, в принципе, может взломать, Может их там обхитрить, Может что-то сделать И причинить им вред. Всегда живут под страхом. Человек, который имеет Бога крепкого, Всегда живет в безопасности. Аллилуйя! И что бы с ним ни происходило, Он понимает, Что со мной Бог крепкий и сильный, И мне не нужно обороняться, И страшиться, и бегать, И искать какой-то угол, Потому что вот на меня наступают. Он тверд, он смел, как лев, Потому что у него Бог сильный и крепкий. Аллилуйя! Я хотел вот в сердце моем лежит Вот это, вот это слово, Передать каждому из нас, Укрепиться надеждою На великого и крепкого Бога. Он нам дан, Сын дан нам, написано, Ему данное имя Бог крепкий, Бог сильный, Бог скала. И человек, который припирающийся Или пытающийся враждовать со скалой, Что с ним произойдет? Разобьется о скалу. Никто не устоит против нашего великого И крепкого всемогущего Бога. Бог сильный, Бог крепкий. Дорогой друг, Может быть ты так привык, Что я христианин, Все хорошо, так спокойно, Но однако не раз может приходят Такие мысли по-человечески. Надо так вот сделать, Чтобы было все в безопасности, Себя огородить. Я хочу сказать, Не надейся на свои силы, Никогда не полагайся. Придет момент, Когда ты скажешь, Без Бога я вот тут вот точно не пройду, Вот тут опасность, Вот тут ситуация. Но если ты положишь свое упование И надежду на Господа Бога, Никогда не постыдится праведник. Слава Богу. Еще сказано в Псалме, Псалме 51, Третий стих, 51 Псалом, Что хвалишься злодейством сильный, Милость Божья всегда со мною. Что хвалишься злодейством сильный, Человек, который вроде бы думает Или чувствует, Что он имеет какой-то верх Над другим человеком. Он говорит, Что хвалишься злодейством сильный, Милость Божья всегда со мною. И восьмой стих, Вот за этого человека, Который хвалится злодейством, Сказано, Увидят праведники и убоятся, Посмеются над ним и скажут, Вот человек, Который не в Боге полагал крепость свою, А надеялся на множество богатства своего, Укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, И уповаю на милость Божью во веки веков, Вечно буду славить тебя за то, Что ты соделал, И уповать на имя твое, Ибо оно благо пред святыми твоими. Аллилуйя! Человек, который возложил упование свое, Он говорит, Я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, И уповаю на милость Божью во веки веков. А он говорит, а тот человек, Который положил свое основание в своем богатстве, Вот в своих достижениях, может, земных, Он сказал, что увидят праведники и скажут, Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, А надеялся на множество богатства своего, Укреплялся в злодействе своем. И там сказано, что будет с таковым человеком. Мне также пришел на память, Пришел на память такой человек из Ветхого Завета По имени Яков. Мы все знаем Якова хорошо. В свое время, когда он, можно сказать, Вот то первородство забрал или восхитил, Сказано, что возненавидел Исаав Якова за благословение, Которым благословил его отец его. И сказал Исаав в сердце своем, Приближаются дни, плача по отце моем, И я убью Якова, брата моего. Яков четко знал, Потому что там дальше сказано было, Что пересказаны были ревекие слова Исаава. Значит, Яков знал вот ту ненависть, Которую к нему имел его брат Исаав. И он жил, можно сказать, может быть, переживал. Он в страхе был. Он был в страхе. Но что мне было интересно, Вот как Бог с ним общался, Его Бог крепкий укреплял. Дважды, прочитаю два момента. Когда он, вы помните, Исаак отправляет Якова к Лавану за женою. Это важный момент. Он переживает, как эти обстоятельства все будут, Что будет с ним происходить. И он понимает и ту ситуацию, Что Исаав его ненавидит. И сказано, что Яков вышел, Это 28 глава Бытия, 10 стих. Яков же вышел из Версавии, пошел в Харан, Пришел на одно место и остался там ночевать, Потому что зашло солнце. Взял один из камней того места И положил себе изголовьем. И лег на том месте. И увидел во сне, Вот лестница стоит на земле, А вверх ее касается небо. И вот ангелы Божьи восходят, И нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, То есть он видит лестницу, Видит ангелы ходят вверх-вниз, На лестнице, где-то сверху. Или как? Он видит, Господь стоит на этой лестнице и говорит, Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака, Землю, на которой Ты лежишь, И я дам Тебе и потомству Твоему. И теперь смотрите, что говорит Бог крепкий, Иакову, И будет потомство Твое, Как песок земной, И распространишься к морю, И к востоку, И к северу, И к полудню, И благословляться в Тебе, И в семени Твоем, Все племена земные. И вот я с Тобою, И сохраню Тебя везде, Куда ты не пойдешь, И возвращу Тебя в сию землю, Ибо я не оставлю Тебя, Доколе не исполню того, Что я сказал Тебе. Иаков пробудился от сна своего И сказал, Истинно, Господь, Присутствует на месте этом, А я не знал. С Иаковом заговорил Бог крепкий. Когда он был в волнении, У него судьба предстоит пред Ним. Важный вопрос. Ситуация, которая для него нелегкая. И Бог его благословляет. И Бог ему является. И он говорит, «Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству Твоему». Это намного сильнее, Чем пойти и сделать с кем-то Сделку какую-то, И там что-то, Какое-то там захватить, Кусок участка, Рилл Эстейта там, Вот дом. Он говорит, «Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе». Тебе не надо хитрить, Делать кого-то, Добиваться. Я дам тебе эту землю И потомству Твоему. И вот, И он говорит, «И буду везде с тобою, Сохраню тебя, Куда не пойдешь». И что говорит Иаков? Истинно Господь присутствует На месте этом, А я не знал. Насколько важно Божье присутствие В нашей жизни, Чтобы Бог крепкий заговорил к нам. Чтобы мы услышали Бога крепкого в нашей жизни. Затем, спустя некоторое время, Ему предстоит этот важный, Тяжелый, может быть, Момент, когда ему нужно Встретиться со своим братом Исавом. Я просто себе так на момент Представил его переживания. Исав, что хочешь, Может с ним сейчас сделать. Он его возненавидел. Он питает к нему ненависть. Как же он сейчас будет Ко мне реагировать? Вы помните, он послал ему Дары вперед. Он все сделал, попытался увидеть, Как отреагирует он. А вдруг, если он тех похитит, У меня вот еще останется Другая группа. И вот он в таком переживании, В таком переживании, Когда, как может быть, Мы иногда с вами бываем, Встречаясь с кем-то, С какой-то ситуацией. И мы думаем, Как вот тут поступить? Какая будет вот для меня Обстановка? Как мне, Как мне выйти И вот когда он направлялся на пути, Чтобы встретиться с Исавом, Разделил там стан, И сказано в 32 главе книги «Бытие», 24 стих, И остался Иаков один. И боролся некто с ним До появления зари. И увидев, что не одолевает его, Коснулся состава бедра его, И повредил состав бедра у Иакова, Когда он боролся с ним. И сказал ему, Отпусти меня, Ибо взошла заря. Иаков сказал, Не отпущу тебя, Пока не благословишь меня. Интересно, что он понимал, Что он не борется с человеком, Что его борьба не состоит совершенно просто С иноплеменником каким-то. Он понимал, Что тут борьба идет за жизнь, За благословение. И вот он говорит, Не отпущу тебя, Пока не благословишь меня. И сказал, Как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, Отныне имя тебе будет не Яков, А Израиль. Ибо ты боролся с Богом, И человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, Говоря, Скажи имя твое. И он сказал, На что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому, Пенуэл. Ибо говорил он, Я видел Бога лицом к лицу, И сохранилась душа моя. Затем он направился, Встретил Ицаава. И мы дальше знаем эту ситуацию. Но на что я хотел обратить наше внимание. Когда он встретился с Богом крепким, И даже пришлось ему бороться с Богом крепким, Он что сказал? После этой борьбы, Он сказал, Я видел Бога лицом к лицу, И сохранилась душа моя. Никто, соприкоснувшись или встретившись с Богом, Попытавшись, может быть, с Ним даже соперничать, Не окажется сильнее никогда. Но человек, который положил в своем основании надежду на Бога, Никогда не будет постыжен. Слава Богу! Я хочу тебе сказать, дорогой друг, брат, сестра, Если, может, ты смущен, Может, приходит ситуация, И ты говоришь, Мне нужна вот эта встреча с человеком, Может, есть встреча с ситуацией, И мне она сложная кажется. Для меня, ну, А как оно произойдет? А как оно будет? Вспомни Бога крепкого и сильного, О котором сказано, ибо младенец родился нам, И данное ему имя, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Аллилуйя! Давайте мы, друзья, обратимся к великому нашему Богу, К Богу крепкому, Прославим Его за то, что Он сильный, Святой, Он скала мое, Он прибежище мое, На Него уповаю я. Аминь! Будем молиться. А во Отче! Я пришла в руки, Отчасти он теперь я, Будем молиться, Будем молиться, Будем молиться, Будем issи, Будем молиться, До... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok 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 И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уведи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Садимся, друзья, молитва за воскресную школу.